Всем привет, друзья! С вами Дон Вито. Дон Вито, Дон Вито, привет тебе! Ой-ё! Привет-привет! Сегодня я вам покажу нереально крутой бой на ПЗ-38Т. В этом бою, как вы видите, за нас играл один только ПЗБ-2, непробиваемый танк. А за них Матильда, ПЗБ-2 и Блинтайн-2. То есть шансы вообще не равны. Так, вылетает Пазик. Я его сразу же убиваю, пока он у Гусли сидит. Вот. Дальше едет МТУС, я вот по нему стреляю. Бью в зад, чтобы двигатель сломался, видите? Опля, всё готов. Далее я хотел убить вот этот злой танк японский, но у меня ничего не получилось. Это французский танк МХ-38. Я его сразу же выношу. Даши танк этот бронированный, и пришлось бить головой. Далее японский танк очень хорошо светит. Сейчас, когда я вылез, я сразу же мог схлопотать. Вот, Тайтик, тяжелый танк куда-то вылез. Опа! От Матильда схлопотал. И как вы видите, она на фугасах. То есть она стоковая. О, фугасы сильные очень, Матильда. И этот танк мне вынес полтанка сразу же. Вообще, мало жизни так оставил. Я даже разочаровался. Наш ПЗБ-2 сидит со мной. У него нет ни маскировки. Тем более он тяжелый танк, он куда-то лезет. Это просто бред какой-то. Надо было ехать за кору, драться с ПЗБ-2 и вылетаем 2. А то он вылазил и просто слил свой танк. Так, я выношу ПТ-шку. Американскую. Далее японский танк все еще жив. Но у него осталось всего-навсего несколько АХП. Его забирает ПЗБ-2, но тем самым он подставил себя и слился. Как позорник. Короче, ужасно. И тут я начал думать. Блин. За них ПЗБ-2. Валентайн-2. Матильда. Стоит мне вообще сражаться. Я же их вообще не пробиваю. Я подумал, можно, в принципе, слиться. Но решил побиться с ними. И смотрите, что у меня получится. ПЗБ-2 стоит за танком. За трупом. У него башенка торчит. Ну, я решила зря не тратить патроны. Выстрелила раз пять и ни разу не попала. Павлинтайн-2. И тут я начал думать. Стоит мне вообще дальше играть. Но я решил продолжить. И те, я валентайн-2 избиваю. ПЗБ-2 как стоял там за трупом, так и стоит. Только сейчас он начал ехать. И это была его ошибка. Он едет боком. Его легко убить, поэтому... Сейчас он встал передом. И пробьёшь его. Рикошет, рикошет, рикошет. И тут он меня засветил. Я сразу схлопотал от него. Купец. Я не попал, но мне повезло. Мой союзник Т-70 его подбил. Далее остался всего-навсего Валентайн-2. И Матильда. Матильда едет по льду. Тайпик тоже уже начал срежать. Но это была его ошибка. Зря он поехал, короче. Матильда боком стояла. А теперь она передом едет. Смысла по ней стрелять вообще не было. И я решила уехать. Вот я уезжаю. Далее вижу БТ-7. Стоит прям по центру на льду. Ну, короче, мозгов нету парня. Поэтому он и стоит так. Ну, я его сразу забрал. Далее. Как вы видите, у врага не только Матильда, но и тоже 38, как у меня. Я решил уехать. Подраться сначала с Валентайн-2 надо его добить. У меня голды не осталось. Смысл не убить, если у меня ББшки одни остались. Я его не пробил бы. Итак. ПЗшка добила Валентайн-2. И теперь я подумал. Хм, у них остался всего-навсего Тайпик. 38-Т. Крутой. И Матильда. Я решил ехать на захват и позвал у того парня. И тут начинается мясо. 38-Т. Я стреляю и не попадаю. И тут наш ПАЗик едет. А слева Тайпик. А справа 38-й. Это жёстко. Я, короче, решил забрать Тайпик. Потому что Т-15 забрал 38-го. Тайпик, как казалось, был АФКшным. Поэтому я расслабился и начал дамажить его. Итак. Мы поехали вдвоём на захват. Монтика где-то тусила там на льду. Вот. Мы ехали, ехали. И приехали. Ждали, ждали. Но что-то он не приехал. На льду-то мы остался. Бедолага. Вообще классный бой. Мне очень понравился он. Победа. Жду от вас подписки на мой канал. Плюс ставьте колокольчик. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok